Потому что если вокруг вас люди продолжают питаться как попало, употребляют алкоголь, делают какие-то другие непонятные вещи, то, конечно, так или иначе вас будет это затягивать, засасывать и возвращать к тому, что у вас было. И вы можете это заметить, как окружение влияет на вас. Мы на самом деле всегда нечто среднее нашего окружения. Изменение своего окружения, оно может вообще кардинально всё поменять вокруг вас. И когда вы меняетесь, за вами меняется и ваше окружение. А если окружение как бы занимается всеми теми же вещами, вы пытаетесь как бы быть со своим старым окружением, которое там бухает и так далее, да, занимается какими-то вещами, очень сложно на самом деле из этого выйти. Вы как бы можете на время, знаете, такие выглядели, а, нифига, там как классно, и потом обратно затягивай. Мы везде видим рекламу, давайте в тренажёрный зал, ребята, там обязательно надо заниматься спортом и так далее. Но как показывает статистика, люди, которые покупают абонементы в тренажёрный зал, ходят в него первую неделю или месяц, и потом не ходят в него больше вообще, пока абонемент не закончится. И 80% абонементов, проданных тренажёрными залами, это мёртвые люди всегда. Потому что когда мы имеем элементарный набор физической активности, работает наша сердечно-сосудистая система. Вы все знаете, что если мы чуть-чуть позанимаемся спортом, у нас учащается сердцебиение, у нас питательные вещества начинают доставляться до всех органов и клеток нашего тела, что не происходит в обычном состоянии. Получается, что когда мы сидим, когда мы ведём малоподвижный образ жизни, нашему организму просто не хватает вот этого движения лимфы, чтобы омывать клетки тела и выводить это всё. И это невероятно важный момент, потому что от здоровья лимфатической системы зависит здоровье всех наших клеток. И что такое, например, малоподвижный образ жизни? На самом деле это более двух часов неподвижного состояния в день. А многие сейчас ведут такой образ жизни, когда могут сидеть по 6-8 часов, сидя вообще без движения. Хотя на самом деле тело многим из вас подсказывает постоянно о том, что, блин, начинает спина затекать, начинают ноги затекать, надо бы подвигаться и так далее, когда едем долго в машине. Но мы на эти сигналы часто забиваем. Это просто начать элементарно ходить пешком. Это самая лучшая физическая активность, которая позволяет работать в сердечно-сосудистой системе, лимфатической системе и так далее. Это просто элементарное движение. Посмотрите, какой у нас образ жизни. Мы с вами проснулись с утра, сели за стол позавтракать, сели потом в машину, поехали там на работу, на работе сидим, за обедом сидим, вечером приехали, сидим и так далее. Целый день сидим и потом после этого мы такие, ой, надо бы пойти позаниматься спортом и идем в зал. Владимир, там болит постоянно голова, мигрени, таблетки уже не помогают. Да где? Это не внутренняя проблема. Человек-программист, он сидит за компьютером с опущенной головой вот так вот. И это проблема мышц шеи и подзатылочных мышц, которые перегружаются, и в результате они начинают давать отраженную боль в разные области. И это тоже нужно понимать, как функционирует вообще тело и где искать причину, потому что чаще всего причину ищут не там. Заболела голова, там, съели таблетку, а даже не разобрались, почему. Но если вы уже что-то просто сделаете, подвигаетесь, какие-то, просто что вам хочется, вы спросите себя. У нас, знаете, у многих такая история, что вот надо сделать определенные упражнения или пойти в зал, или там что-то, короче, работать. И мы забываем о том, что мы можем сделать даже элементарные какие-то вещи, минимальные, которые нам хочется нашему телу спросить его, что ты хочешь сейчас поделать, понаклоняться, потянуться и так далее. И это уже будет классным фактором. Мы просто привыкли, что с детства нам никто не подкреплял наши положительные изменения. Вещества, негативно действующие, которые мы с вами разбирали в тот раз, в частности, кофеин, алкоголь, никотин, марихуана, сахар и так далее, это вещества, которые критически влияют как раз-таки на глубокую фазу сна. Для того, чтобы лучше начать спать, нам нужно, чтобы на нашу сетчатку глаза днем попадал естественный свет без каких-либо препятствий, стекол автомобиля, окон и так далее. Это все снижает количество люменов, которые попадают на сетчатку. Но также вечером, когда на улице уже начинает темнеть, очень важно, чтобы на вашу сетчатку глаза перестал попадать искусственный свет. То есть световая температура — это голубое свечение, которое выделяют все светодиодные лампы, телевизоры, экраны ваших смартфонов, ваших телефонов и так далее. То есть вот все-все-все-все современное оборудование. И оно как раз-таки гасит выработку мелатонина, оно влияет на шишковидную железу, попадая на сетчатку вашего глаза, и гасит вечером выработку мелатонина. Из-за этого человек не погружается в глубокую фазу. Вы вроде спите, но спите поверхностно. Кстати, вот опять же, быстрая фаза сна невероятно важна утром. Она больше под утро начинает развиваться, и в ней мы видим сны. Она осуществляет, знаете, как это, дошлифовку работы нашей нервной системы. От нее зависит, как мы будем себя чувствовать, в каком таком эмоциональном состоянии мы будем при пробуждении. И здесь очень важен режим как раз-таки сна. Вот если вы будете офигенно питаться, вот будете там заниматься спортом, но вы не будете уделять время сну, его восстановлению, его углублению, как увеличивать фазы глубокого сна, ну то есть тоже много об этом, я сам с этим постоянно работаю, то все остальное бесполезно. Еще поспать и будильник постоянно переставляем, там 5 минут, еще 5 минуточек, ну еще 5 минуточек и так далее. То есть это о чем свидетельствует, что аденозин не опускается, мы не восстанавливаемся, хотим там кофе выпить для того, чтобы, ну хоть как-то себя чуть-чуть подстимулировать, чтобы подкинуть, знаете, как этого, ну чистого такого топлива, оксида азота. Но это же все как раз-таки выводит из строя в итоге в дальнейшем гормональную систему. Вы каждый раз берете в долг, берете в долг, кредит, кредит, кредит. Это очень важно, потому что многие просто не умеют отдыхать. Для многих отдых — это сейчас поехать на природу, поесть шашлыки, попить алкоголь. Пить алкоголь и есть жирную концентрированную еду — это не отдых для тела. Это вы просто, знаете как, расслабляете свою психику, которую вы всю неделю вот так вот просто делали то, что не хотели в своей жизни постоянно. И поэтому вам нужно выпить алкоголь, чтобы хоть, ну как-то разрешить себе поделать то, что вы хотите расслабиться, ну якобы расслабиться. Но это не отдых для вашего тела и не восстановление для ваших клеток. Вы, наоборот, еще больше толкаете к большим проблемам в будущем свое тело. Но сейчас мы вошли в такую эпоху, когда у нас вроде тотальная такая безопасность вокруг нас. Нам ничего не угрожает. Нам не угрожает лев, нам не угрожает тигр, никто не хочет нас сожрать. Но тем не менее стресса стало еще больше, потому что те зоны мозга, которые отвечают за поиск стресса, они-то никуда не делись. И многие такие, ой, ну как там в холодную водичку, даже в душ холодный залезть? Это же так стрессово. Это вот, блин, и надо в это идти. А иначе тебя сожжет стресс, который ты будешь в голове своей крутить. Вы когда-то зашли в социальные сети, получили удовольствие, прочитали там что-то, видели картинку, у вас были такие глаза, дофамин выделился. Вы, вау, я хочу еще раз это. И вы листаете, а уже столько удовольствия вы никогда не получите, потому что уже есть снижение. Всегда после повышения дофамина есть снижение. И вот это снижение, оно происходит ниже, чем у вас был уровень до этого. Теперь смотрите, если мы с вами получаем легкие удовольствия из еды, если мы получаем из телефона постоянное удовольствие, которое еще светит на нашу сетчатку глаза, снижает уровень мелатонина ночью, то нам остальное в жизни становится не так интересно. Твоя жизнь становится неинтересна по сравнению с телефоном. Нужно уметь осознанно пользоваться телефоном. Телефон – это инструмент, который должен улучшать жизнь, а не забирать ее. Люди погружаются в матрицу. Кто смотрел фильм «Матрицы», сейчас это и происходит. То есть ваше сознание забирает электронные устройства полностью. И это как раз-таки является фактором того, что человек изменяет свое питание, у него дофамин поднимается, и он такой, его колбасить начинает, он не понимает, что у него энергии стало больше, и куда ее деть? И то же самое происходит с употреблением свежих продуктов. Вы начинаете их есть фрукты и говорит, «Блин, я типа не наедаюсь, хотя вроде и наедаюсь». Этой энергии становится больше, и вы никогда не были готовы к этому. Вы так привыкли к низкому уровню энергии жить на минималках, что когда у вас энергии становится больше, вас разрывать начинает. А вы не можете с этим справиться. Вы не управляли таким количеством энергии. И вам кажется, что или я голодный, или у меня что-то в животе там происходит, и так далее, и то, и другое. Очень важно в эти моменты найти то, куда вы будете направлять, и откуда вы будете получать дофамин из положительных источников. Какие-то ваши хобби, увлечения, там, я не знаю, работа и так далее, которые вам нравятся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...